Вот такие ситуации в этом микрорайоне происходят почти каждый день. Водители ругают детей, а родители детей просто разводят руками. Ограждение вокруг футбольной площадки уже давно связало воедино жильцов микрорайона Мирный. Увы, не с позитивной стороны. С обеих сторон за воротами огромные дыры в заборе. И теперь из-за любви детей к спорту, а водителей к своим машинам, образовался круговорот вражды. Вот мы играли на этих воротах, и там, короче, дяденька, я попал ему в стекло, и он попросил не играть тут. Там выходил один и говорил, что попали в мою машину, и нельзя тут так. Когда мы пинаем мяч, мы попадаем в начальную машину. А водители как-то ругаются, что говорят? Ну да, один вышел, сказал, ну не пинайте здесь или уходите, не знаю. Ну а как ты к этому относишься? Что делать, если вы на том месте, где вы должны играть, а на вас ругают? Я не знаю, но хочу, чтобы уже починили. О том, кто испортил металлическое ограждение, можно только гадать. Но итог один. Починка забора – заветное желание для каждого участника конфликта. Некоторые к прорехам относятся с пониманием и ждут чуда. Точнее, помощи властей. Детки играют, здесь футбол, мячи летят как бы в машины, и очень много на этой почве происходит конфликтных ситуаций с хозяевами этих автомобилей. И у меня бывало, конечно, что попадали мячи в машину, как бы мы, жители этого дома, как бы с пониманием, как бы, конечно, относимся. Но все равно это до поры до времени, пока какого-то не произошло тяжелого урона там. А это тоже вполне возможно. А урон может быть и похлеще разбитого стекла. Скорость движения в жилой зоне обычно хоть и небольшая, но дети в пылу азарта выбегают на дорогу за мечом и могут угодить под колеса автомобиля. Редакция НУР-24 связалась с администрацией города, где пояснили, проблему взяли на карандаш. Все необходимое для починки уже заказано. В управлении муниципального хозяйства рассказали, как только придет 3D-сетка, дыры, которые мешают детям играть, золотают. Татьяна Забродина, Евгений Шевченко, телерадио компания «Сигма» для НУР-24.